Разминка для мозгов. Теперь осенними вечерами горожанам, жадным до интеллектуальных развлечений, не до скуки. В городе появилась командная игра для знатоков. Ничего подобного у нас нет. У нас есть хорошие такие форматы, типа дискуссионный клуб в теме, но там в основном, допустим, студенты играют. Есть быстрые свидания, но это людям, которым нужно познакомиться. Есть бизнес-клуб подобного формата, но там, допустим, лекции каких-то состоявшихся бизнесменов. А здесь именно игра, интеллектуальная игра, такого, конечно, я думаю, что у нас еще не было. То же, чем хорошо, ведь нам даже людям, кому-то немножко за 30, нам уже не особо есть куда сходить. Клубы – это уже не тот формат ходить только по ресторанам, а здесь именно вот, пожалуйста, можно хоть с родителями приходить. Клуб «60 секунд» – самое большое интеллектуальное сообщество в России и СНГ. Объединяет десятки городов. В этом месяце к регионам присоединился и Ивановский. Правила просты, особенно для тех, кто знаком с телевизионным шоу «Что, где, когда». Ведущий задает вопрос, команда обсуждает. Дается 60 секунд. Ответ необходимо написать на листочке и сдать. По итогам трех туров по 10 вопросов и будет определен победитель. Отличие от легендарного квеста в том, что играть в 60 секунд могут не только знатоки, полиглоты и эрудиты, а обычные горожане. На самом деле мы решили поучаствовать с друзьями-активистами, с которыми мы обычно устраиваем различные экологические акции. Вообще мы представляем движение «Иваново для людей». Мы занимаемся благоустройством нашего города на волонтерских основах. Организуем субботники, занимаемся вопросами общественного транспорта, остановок, различными активистскими направлениями. И решили вместе прийти сюда, чтобы дополнительно сплотиться. Мне кажется, это очень полезно. За столами спортсмены, блогеры, общественники, бизнесмены. Больше ста человек. В команде «Горе от ума» играет директор 23-й гимназии Елена Шарудила. Говорит, игру воспринимает как интеллектуальную разминку между двумя трудоднями. Эмоции только положительные. Это встречи с интересными людьми, новые знания, ну и вообще новая игра. Мы привыкли удивлять наших учеников. На самом деле преподаватели и педагоги – это пример для подражания. И это очень хороший пример. Вопросы на логику, сообразительность и чувство юмора, а не на конкретные знания. До ответов легко дойти мозговым штурмом. Поэтому игра и командная. Говорят, очень сплачивает. Я считаю, это отличное времяпрепровождение. Занять себя, проверить свои знания. И вообще, все отлично. Организация на высшем уровне. Такая же игра проходит в разных городах. И теперь это пришла игра к нам в Иваново. Вопросы для игр присылают из Москвы. В трех пакетах разные по уровню сложности задания. Пока Ивановский клуб 60 секунд разыгрывает только самые простые. Наиграться невозможно. Интеллектуальный спорт затягивает. Мария Измирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.